Депутатов Смогулов Азамат Сапаргильдинович родился 12 августа 1984 года в Щербактинском районе Паводарской области. Закончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности юриспруденция. Также Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности экономика. Прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Является магистром делового администрирования, независимым директором Совета директоров Института металлургии и обогащения, акционерного общества «Астана Инновейшнс», Национального центра экспертизы и сертификации. Депутатом я был избран в 2017 году. Отличие сегодня депутатов нового созыва – это то, что депутат сегодня не закреплен за определенным округом. То есть если депутат городского масляхата, и к нему он условно причисляет себя ко второму по удару, к нему обращается житель Усольского микрорайона, это не значит, что он не должен реагировать на это. Он должен рассмотреть вопрос и постараться его решить. Потому что бывало такое, что он говорит, что это не мой район, идите ищите своего депутата, и получается, что вопрос теперь остается нерешенным у граждан, и они, соответственно, остаются недовольны. Теперь такого не будет. Если вы обратились к депутату городскому по вопросу города, он должен незамедлительно взять этот вопрос на рассмотрение и уже по сути вопроса привлекать своих коллег. Также это касается депутатов областного масляхата. Если человек, я не знаю, проживает, может быть, в Баянаульском районе, депутат областного масляхата, но к нему поступают вопросы Щербактинского района, это, соответственно, он тоже должен брать и решать. Сегодня депутаты все мобильные, все мы ездим по районам, в городах. Можно это все оперативно решить и привлечь своих коллег, соответственно. И вот последние опыты мы сейчас привлекаем. Мы, если проводим приемы граждан, если выезды делаем в районы, мы привлекаем местных депутатов. Они уже объясняют, что определенные вопросы находятся на какой-то стадии решения. Либо их действительно проигнорировали, может быть, не решили, А может быть, действительно, они уже на какой-то стадии решаются. Поэтому мы сейчас, если я провожу приемы граждан, я привлекаю городских, все, сажу 2-3 депутата городских. И мы совместно уже, они знают, на каком этапе что находится. В областном масляхате седьмого созыва работают 32 депутата. И только шесть из них продолжают свою деятельность с прошлого шестого созыва. Все остальные – это новые лица. Просто обладать статусом депутата – это недостаточно. Если ты обладаешь данным статусом, соответственно, от вас ждут определенных действий. Поступают обращения, как вы сегодня видели, жители приходят, у кого-то есть какие-то проблемы, у кого-то есть какие-то переживания за свой двор, за свой город, за район. Сегодня уже нам приходится осваивать и районные области. И вот, конечно же, если поступают все-таки эти обращения, самое, конечно, это постараться приложить все усилия, чтобы решить их. Ну или, по крайней мере, посодействовать в долгосрочной перспективе, чтобы они были решены. Потому что вопросы поступают разного плана. Кто-то, у кого-то касается и двора, и забора. Кто-то хочет проложить новую линию, кто-то хочет новые сети, кому-то нужно водоснабжение. То есть разные вопросы. Ну, соответственно, мы сегодня видим, как развивается город. Действительно, много дворов сегодня уже асфальтировано, освещение. Вот это нужно все правильно контролировать и видеть, что работа ведется. Я принимаю очень часто вот здесь, в третьем округе Совета ветеранов. Так сложилось, что еще с депутатом городского маслехата, я думал, может быть, округ поменять. Но жители обратились, сказали, можете сюда приезжать, также принимать. Ну и получается, это, знаете, как наш городской офис. Но также мы выезжаем. Если я выезжаю в районы, ну там, конечно, я принимаю уже в Нуратане. Также параллельно принимаем в областном Нуратане. Есть определенный график, мы в соответствии с этим графиком принимаем. Но здесь я принимаю вне графика. Потому что бывают вопросы очень срочные, ну, соответственно, нет надобности ждать определенного дня. И поэтому, если есть время, я приезжаю, вот здесь садеюсь, тут и пытаемся их решить. За помощь и поддержку наших пенсионеров. Особенно наш микрорайон. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok В сентябре, сейчас уже октябрь кончился, уже ноябрь, скоро половина. Сейчас подойдет депутат городского масляхата, я пригласил, мы же вот приглашаем. Сейчас мы ему этот вопрос зададим, потому что они же непредсредственно работают с начальниками отделов. И мы уже уточним, на какой стадии это все. Там еще, знаете, какой вопрос иногда возникает? Вот устанавливаются эти площадки. Друзья, помните, в прошлый раз мы ходили в соседние дворы. Баскетбольные площадки установили, дети, во-первых, не играют, во-вторых, там подрядные организации, бывает, то ли некачественно делают, бывает, что вот эти вот поля не соответствуют. Вот это сейчас резиновое покрытие, оно при дожде еще что-то, оно начинает разрушаться. Вы, когда вот будут устанавливать, нужно вот общественный контроль, общественный контроль. Вы, если будут вопросы, приглашайте депутатов. Потом, знаете, вот так получается, что сделано, вы говорите, слушайте, сделали, оно все рушится. Но вы, когда приемка идет, вы участвуете, вы участвуете, потому что завтра вопросов не было. Помните, мы вот эту площадку осмотрели, там даже вот такие пруты стояли на поле, в кустах вот так заросли пруты. Помните, мы вызывали, вот этот начальник отдела, я звонил ему, он высылал бригаду, они срезали это все. Вот чтобы такого не было, вы сами контролируйте, потому что это же для жителей. Самое главное, что мы очень рады тому, что они нам помогают. Азамат Сапрагильдинович уже второй срок был городским депутатом, сейчас избран областным депутатом, но пришел к нам и сказал, я принимал здесь и буду принимать. К чему наши жители микрорайона очень рады, потому что они приходят на прием со своими нуждами, со своими проблемами и депутаты стараются им помочь. В любое время мы можем обратиться к нашим депутатам с просьбой и всегда находим помощь и поддержку. Есть люди, которые одинокие, с минимальной пенсией. Мы можем обратиться за помощью и никогда не знаем отказа, что мы не можем. Во время приема бывает очень много с КСК и просто жителей, которые просят помочь в той или иной проблеме. Но по мере необходимости, по мере надобности все эти вопросы решаются. И еще раз хотелось бы сказать спасибо нашим депутатам, что они от нас не отказались, приходят, ведут прием жителей и стараются помочь нам. Ежегодно они нам выписывают газету нашу, пенсионную «Ордогер». Помогают по мере сил, по мере возможностей в любой нашей просьбе. Связь с нашей организацией, с нашим третьим микрорайоном не потерял. И также он, как сказать, помогает нам. Мы довольны его работой. К нему можно прийти, попросить всякие просьбы, задать вопросы. Ну, в общем, откликается он на все наши просьбы. Замат Ксапар Гильдинович у нас тоже очень хороший депутат. Мы очень часто к нему обращаемся. К нам приходят всегда, просят нас, вот передайте наше благодарственное письмо или от нас благодарность. В первых депутатских победах, это, наверное, это уже было в должности депутата городского Маслихата. Я помню, было очень много обращений, жители приходят обращаться. Но как-то ко мне обратился директор школы. Он сказал, я всегда делаю так, что если есть обращение, мы выезжаем на место. Потому что до этого не было опыта, я не знал действительно, что происходит на местах. Мы выезжали на место, осматривали, говорили с людьми, вникали в суть вопроса. И выясняли, почему этот вопрос до сих пор не решен. И вот по одной из школ был такой вопрос, там у них подтопление. У них не было асфальтированных подъездных путей. И действительно, я поехал туда в дождливую погоду, мы смотрели, что невозможно было подъехать. Дети шли в школу в резиновых сапогах, потому что даже никак не подойдешь. Они как-то там по бордюрчикам пробирались. Я директора спросил, я говорю, сколько лет вы пытаетесь вопрос решить? Я не знаю, почему он так долго тянул, он мне сказал, 16 лет. Я говорю, ну как это, 16 лет разве? Он говорит, ну вот я пытаюсь, пытаюсь, не получается. Я подключился к этому вопросу, я пошел к Акиму, поднял всех, ознакомился с вопросом, предоставил фотографии. И вот в течение какого-то времени мы решили этот вопрос и сделали асфальтированным. Вот это я считаю своей такой первой базовой победой, якорной. Потому что я видел, что люди страдают, видел, что люди нуждаются в этом, видел этих школьников, которые они испачканно шли в школу. И когда мы решили этот вопрос, асфальтировали, знаете, было приятно прямо туда приехать и видеть результаты своей работы. Депутатская деятельность в последнее время сильно изменилась. Теперь все чаще народных избранников можно увидеть на крышах строящихся школ и больниц при возведении водопровода и ремонте дорог. Депутатский контроль и ответственность стали новым направлением в работе. Первое, это, конечно же, реакция самих граждан. Они должны реагировать. Я вот не раз призывал к этому, что не нужно сидеть и смотреть, а потом через полгода приходить, говорить, что оно разваливается. Нужно сразу реагировать, нужно находить своего депутата, его извещать, пусть он принимает меры. Депутатский кабинет стал доступнее простым людям. Да и сами депутаты все чаще выходят на рот и слушают чаяния своих избирателей. Сегодня мы осмотрели строительство водопровода в селе Кенжикольск протяженностью более 33 километров. Объект уже на стадии введения в эксплуатацию. Сегодня генеральный подрядчик презентовал нам объект. Это две станции. Оборудование, получается, казахстанского производства. Все готово, автоматизировано. Что было для нас интересно, что полностью станции автоматизированы. Не нуждаются в присутствии человека. Все камеры наблюдения, все системы безопасности выведены будут в местный Акимат. Молодые креативные депутаты работают по-новому. Их знания, сила, энергия позволяют ставить большие цели и достигать их. И самое главное – выполнять свои обещания. Самое трудное, наверное, это заслужить все-таки доверие граждан. И самая главная победа – это выполнить эти обещания. Субтитры создавал DimaTorzok